От кофе перейдем к более интересным напиткам. И сегодня мы обсудим эту тему с Олегом Щербаковым, представителем общественного совета города Симферополя. Доброе утро. Доброе утро. Олег, насколько мы знаем, в Госдуме доработали проект ограничения продажи алкоголя в жилых домах. Как относится к этому общественный совет? Ну, хотелось рассказать о том, что общественный совет довольно-таки активно принимает участие во всех проблемных вопросах, в обсуждениях, которые остро стоят в нашей столице и в республике Крым. Естественно, общественный совет принял участие в обсуждении данного законопроекта. Совместно с некоммерческой общественной организацией «Трезвый Крым», совместно с рабочей группой, подняли мы этот вопрос, обсуждался в микрорайонах, в жилых микрорайонах, обсуждался этот вопрос в социальных сетях. И, естественно, данный законопроект принял положительное решение у жителей города Симферополя, так как мы понимаем, что алкоголь отрицательно наносит для наших детей, для нашего подрастающего поколения. Непосредственно хотелось обратиться к тезисам данного законопроекта. Мы понимаем о том, что вносится изменение и запрет в продаже многоквартирных жилых домов. Мы понимаем о том, что наша задача общественности, государства, администрации, самая главная задача, чтобы жители города, многоквартирных жилых домов жили комфортно. Мы понимаем, если размещена на первом этаже или в Цоколе данное заведение, так называемое, наливайки, как многие называют у нас в народе, хотелось, чтобы мы понимаем, что жители, которые приходят приобретать, непосредственно или гости нашего города приобретать данную продукцию, как правило, это люди, возможно, нетрезвые. Как правило, создают дискомфорт для наших жителей, шум. Это в первую очередь. Во вторую очередь мы понимаем, что в жилых домах, как правило, размещены детские площадки. Дети, которые видят нетрезвых людей, они начинают осознавать, что, возможно, это нормальное приобретение такого алкоголя. То есть мы в будущем уже неосознанно говорим о том, что растим такую нацию. В этой связи законодатель принял решение по данным изменениям. Также важное новшество о том, что непосредственно регионы имеют право устанавливать время для реализации продажи таких алкогольных продукций. Это очень важно. Каждое муниципальное образование совместно с общественностью после принятия данного законопроекта примет решение, какое время необходимо для реализации ограничения времени. Говоря о продаже алкоголя в домах, это касается только магазинов? Или, грубо говоря, питейные заведения, которые находятся, например, в центре города, в жилых домах, они тоже подходят под эту категорию? Согласно данного законопроекта предприниматели, которые будут иметь возможность реализацию по поводу питейных заведений и магазинов, которые реализуют алкогольную продукцию, теперь только согласие жителей и собственников. Провели общее собрание. Если понимают, что данный магазин не носит отрицательного характера, принимают решение уже жители на своем общем собрании. При этом есть социальная нагрузка на предпринимателя, где носит благоустройство территории по данному вопросу. Олег Николаевич, а уже обращения были граждан? Естественно. Обращения жителей были. Мы проводили мониторинг и, естественно, сегодня законных оснований, которые могла бы администрация или правоохранительные органы непосредственно предъявить данному предпринимателю, нет. Есть обращения жителей, которые против размещения данных заведений. И мы понимаем, почему. Олег Николаевич, а вот вы сказали слово мониторинг. Как он проводится? И проводится ли вообще? Кто это делает? Данный мониторинг проводится совместно с некоммерческой, по данному вопросу, с некоммерческой общественной организацией «За трезвый Крым». Это наши партнеры, которые непосредственно выступают по данной программе совместно с рабочей группой, членами общественного совета. Проводили мониторинг непосредственно в многоквартирных жилых домах. Это опросный лист. Это первое. Второе – это в социальных сетях. В социальных сетях мы получили большую поддержку по данному законопроекту, так как большинство жителей понимают о этой необходимости. Также хотелось по данной теме обратить внимание, что в городе Симферополь большое количество рекламных продукций, рекламы, которая говорит о продаже алкоголя. Буквально год назад у нас был случай о том, что общественность чуть-чуть не сильно возмутилась. В районе Кирова магазина «Ассорти» была размещена большая реклама «Алкогалерея». Мы понимаем, там галерея картин, другая галерея, и общественность очень сильно возмутилась против данной рекламы. То есть даже сам по себе корень «Алка» является запрещенным? Ну, в данный момент не было запрещенного. Мы совместно с администрацией, совместно с общественностью вышли на мониторинг данной ситуации. Данная реклама была размещена незаконно. В течение двух суток ее демонтировали. Хотелось бы просто обратиться к жителям, чтобы они реагировали на такие вопросы и обращались в общественный совет. Олег Николаевич, у нас остается очень мало времени. Можете кратко рассказать, как ваш общественный совет примет участие 22-го числа в голосовании? Естественно, хотелось ко всем жителям столицы обратиться, чтобы они пришли и приняли участие в голосовании по изменению в Конституции. Это 22-го апреля, так как это большая задача, большой проект и большие изменения, которые значительно повлияют на жизнь симферопольцев, жизнь крымчан и жителей города. Согласно данного законопроекта, также общественный совет будет организован, мониторинг и наблюдение. Приглашаем к работе непосредственно наблюдателей, которые поработают в данном направлении. Естественно, давайте будем социально активны принимать участие непосредственно 22-го апреля, принимать участие в обсуждении таких законопроектов, так как общественность, общество, общественные столицы, ну и других муниципальных образований должна принимать участие, потому что нам необходимо мнение жителей, так как это основное. Олег Николаевич, спасибо большое вам. У нас время, к сожалению, не стекло, у вас было очень приятно слушать и тему затронули такую важную. В гостях в нашей студии сегодня Олег Щербаков, председатель общественного совета города Симферополь. Спасибо вам. Спасибо.